всем привет-привет начинаю снимать свой влог с понедельника мы приехали в рощу немного погулять после садика мы поехали к ортопеду у меня у дочки немного ножка правая так вот в общем вот так загинается началось это еще после того как она начала ходить только вот и нам ортопед мы лечили делали массажи но все равно это не проходит мы пошли к ортопеду она посмотрела сказала что нам нужно сделать стельку на заказ и купить ортопедическую обувь но вообще всегда в обуви ортопедической ходили но вот стельки на заказ не делали сегодня сделали стельки а возле нашего старого дома где мы раньше жили есть огромная роща баума очень-очень красивая и мы хотим на выходные сюда приехать с друзьями будем жарить шашлыки и кататься здесь на гольф-машинках у нас есть гольф-машинки такие маленькие прикольники которые стоят уже долгое время никто у нас их не покупает я всегда говорю мужу что здесь в лесу не страшно маме страшно да я сюда ну волков то нет а маньяки разные ходят вон фазан смотрите в рощи у нас кстати в казахстане повсюду фазан и его мне постоянно сюда отправляют ой не бойся здесь никого нет катайся на велике конечно здесь просто супер кататься на великах и гулять но мне страшновато я такая знаете после последних тем более происшествия немного всего боюсь бабочки до птичка так так здесь очень красиво очень я уже неделю нашу вот этот браслет жалбон который считает шаги в общем с ним спишь и он еще контролирует твой сон потом ты когда его синхронизируешь телефоном он показывает сколько ты раз там ночью просыпалась сколько по времени был глубокий сон сколько там неглубокий вот и в течение дня он показывает сколько шагов ты прошла знаете когда ты знаешь сколько в день проходишь шагов ты по крайней мере себя контролируешь и как-то стараешься больше проходить вот они наш гольф-машинки на которых мы будем кататься муж их тут немного ремонтируют но они вообще все в хорошем состоянии заказывала я из америки три помады dos of color и хайлайтер очень известный hourglass эта палетка под названием ambient здесь палетки три пудры заказывала я помадой с официального сайта dos of color а эту палетку я заказывала с сайта сифора все вы знаете что напрямую они не доставляют официальный сайт не доставляет казахстан и сифора не доставляет казахстан косметику и я пользовалась услугой посредника это была компания бандеролька в общем бандеролька доставила мне огромную посылку в ней были вещи и вот косметика косметику его мне показываю это матовая стойкая помада бэри ми популярная от dos of color многим из вас нравится этот оттенок на моих губах когда я делаю фото в instagram вы делаете комплименты насчет этой помады очень она классно смотрится на холодного оттенка и я люблю матовые помады она яркая холодная под мой цветотип очень хорошо подходит и такой цвет сейчас модный в общем эти помадки они тоже матовые но они не стойкие напоминают они мне по своей плотности и нанесения как помада от фирмы маг но мне нравится их покрытие очень плотная вот этих помад оттенки они вот точно такие же будут на губах как и здесь на самом деле здесь три пудры ну я бы сказала что это три хайлайтера потому что они имеют подсвечивающий эффект все голливудские селебрити рекомендуют эту пудру я повелась в общем на рекламу заказала себе ее я люблю очень-очень хайлайтеры и хочу сказать вам что при любом освещении действительно если вы нанесете на лицо эту пудру то скрывает она хорошо неровности недостатки дим лайт самый светлый самый обычный оттенок и между прочим когда смотришь вот так на палетку то видно что она как бы состоит из перламутра такого мелкого мелкого но когда вот я делаю свой очный палец то она смотрится как обычная пудра нейтрально персиково-бежевый она очень-очень легкая по текстуре самая нежная сатиновая с приятной текстурой с хорошим покрытием можно наносить ее на все лицо мягкое свечение кожи получается оттенок посередине incandence light лимитированный и очень прозрачный это самый сияющий оттенок из стройки и его можно использовать как хайлайтер последний оттенок самый темный назвала бы я его бронзер radiant light конечно до бронзера ему не хватает пигмента здесь присутствует золотистый то он прекрасно подойдет на лето я думаю что эти оттенки нужно использовать по отдельности для разных макияжей еще раз повторю что я безумно люблю хайлайтеры и это прекрасное дополнение моей коллекции основное предпочтение до при контурировании лица конечно я отдаю хайлайтером поэтому если вы такие же любители хайлайтеров то я думаю эта палетка будет не лишней для вас я такая разукрашена потому что снимала для вас видео из чудовища в красавицу опять с макияжем с прической и с одеждой и этот влог я тоже сейчас отредактирую и выгружу на канал потому что мне как-то неохота ждать конца недели последнее время я думаю о том чтобы сразу выгружать видео на свой канал то есть не ждать там неделю две вот если что-то интересное произошло если в принципе достаточно материала для того чтобы создать один влог тогда я буду сразу редактировать и выгружать видео на канал не буду долго ехать конечно же я хотела ответить на ваши вопросы связи с последними событиями когда я посетила косметолога эльнару да там начались то есть в описании под видео в комментариях начались опять дебаты опять обсуждение того в общем нафига я туда пошла лучше бы я себе там губу откорректировала нижнюю то что типа может это эльнара тебе испортила губу некоторые девушки не могут понять почему я не решая проблему да со своей нижней губой а побежала тут же там делать например филлеры до себе лучше бы там губу исправила потом когда-нибудь там филлеры себе бой стайл дело в том что я просто вам об этом не говорила уже месяца два назад я в алмате узнаю где можно убрать биополимер который сейчас у меня в нижней губе который мигрирует и из-за этого она у меня неровная да сейчас губа у меня знаете такое двоякое мнение о моей губе во первых первое конечно же то что она у меня неестественная да не идеально ровная некрасивая к примеру да когда я разговариваю видно да что она мне кривая но что-то в этом роде мне абсолютно все равно девчонки потому что я знаю об этой проблеме во первых я уже об этом 150 раз говорила нижнюю губу мне испортил другой врач не эльнара эльнара мне колола всегда верхнюю и только гиалуронкой нижняя губа у меня испорчена другим врачом косметологом может просто косметологом я даже не помню как ее зовут уже я бы с удовольствием сказала как ее зовут она мне вколола биополимер который не рассасывается и за счет этого он мигрирует он может у меня остаться на месте а может мигрировать у меня уже эта проблема очень давно и буквально месяца два назад я вам просто об этом не рассказывала мы с подружкой у меня у подруги тоже такая же проблема у нее даже еще по моему хуже и еще одна из подруга который такая же проблема еще хуже там у нее верхняя губа и они хотят вырезать тоже этот биополимер мы ездили к одному врачу хирургу нам его посоветовали в каске ленда мы поехали на консультацию посмотрел пощупал спросил как давно мы это все сделали ля-ля-ля и сказал что да можно убрать эту проблему но не факт что до конца все это исчезнет что будет все ровно он не обещает операция проводится под общим наркозом это 2 то есть я должна была утром приехать за все анализы если все анализы в норме то в обед меня положили были на операцию и потом бы я отходила от наркоза в палате дай бог все прошло бы нормально да и к вечеру вы меня только отпустили домой понимаете вот с таким швом вот с такой опухшей губой потому что ее полностью вскроют внутри вот здесь расковыряют и биополимер он не в таком шарике как вам кажется да он уже у меня разбился на множество множество гранул которые забились в ткани в мои и если теперь вырезать то конечно же мои ткани тоже будут страдать потому что будут повреждать и мои ткани в которых будут ковыряться да и это не так все просто как вам кажется и как мне тоже казалось я думала я пойду в обед и в обед меня вырежут под анестезией какой-нибудь местной да как например обезболить зуб я думала точно так же мне входит куда-нибудь сюда укол я просто буду лежать мне все быстро вскроют прооперируют я поеду домой ну там хотя будет отек но мне было неважно когда я узнала что на это уйдет целый день плюс общий наркоз я ужасно боюсь общих наркозов я не хочу чтобы меня усыпляли я не знаю почему может быть пока я не хочу но я не знаю я не хочу в общем чтобы меня усыпляли чтобы я была без движения мне это жутко пугает и я не думаю что у меня настолько серьезная проблема то ради этой проблемы стоит сейчас ложиться под нож засыпать делать операцию это достаточно серьезная операция девочки вы думаете вы может себе думаете что это все так просто поэтому я сейчас никак не собираюсь устранять эту проблему знаете если бы я вам не рассказала о своей губе в принципе никто бы из вас не обращал на нее внимание думали бы вы бы гадали накачала ее и накачала вы бы думали а может у нее такая губа может у нее там у мамы такая губа или у папы такая губа кто-то бы вообще подумал что у нас такие свои губы пышные пухлые да я не готова еще стать настолько идеально чтобы делать себе ринопластику там сделать меньше себе нос как одна девушка тоже написала типа нафига я пошла делать себе эти уколы да там ботокс или дел одну там филлеры вот эти лучше бы я понимаю если бы ты сделала себе ринопластику то есть она мне говорит да у тебя нос фиговый у тебя там уши торчат это я понимаю если бы ты пошла сделала а вот то что ты там себе ботокс колола от морщин вот этого я не понимаю нормально твои то года в твои то года я вообще не знала что это такое хотя мне сейчас 45 конечно если вам сейчас 45 то в мои года откуда бы вы знали про эти инъекции когда их тогда не существовало извините меня почему я должна чего-то ждать каких-то заломов конкретных принципе зачем мне об этом сейчас говорить если эльнара вам видео обо всем рассказала о плюсах и минусах и так далее вот а то что там у меня нос большой или то что у меня там губа это неестественно вы меня не закомплексуете потому что я об этом прекрасно знаю и меня все в принципе устраивает и я когда работаю с фотошопе иногда я себе сделаю маленький нос там сделаю себе идеальную внешность грубо говоря да и мне это конечно очень нравится такое все красиво с маленьким носом идеальная и вообще тащусь от себя да но я об этом помечтаю затем я закрываю живу в нормальной в реальной жизни я понимаю что идеальных людей не бывает я прекрасно знаю свою внешность я никогда не буду говорить что я там супер идеально супер красивая самая красивая самая лучшая но при этом я знаю себе цену я люблю себя такой какая я есть и извините меня это мое полное право когда-то я может быть чувствовала себя неуверенно когда была помладше но с годами я поумнела и поняла что нужно делать сильнее свои сильные стороны укреплять как говорится свои сильные стороны они переделывать ваши слабые стороны если вы укрепите свои сильные стороны тогда ваши слабые стороны никто не заметит самом деле по крайней мере люди которые будут по-настоящему вас любить цените уважать не будут замечать вот таких мелочей это же очень мелочи жизни главное чтобы вы оставались хорошим человеком любили себя и укрепляли свои сильные стороны а каждом человеке очень много сильных сторон буду сами прощаться надеюсь вам понравилось это видео пока пока